МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о крупном пожаре в Казани. Как раз сарай началось гореть, где он живет. Видно, он там сжег это. На улице Деловая сгорели гаражи и сараи. Приезжие из Средней Азии вымогали у жителей Альметьевска деньги и автомобиль. Стой! Алис, что-то сильно, быстро! А также, почему обвиняемые в убийстве директора водоканала Григория Арутюнова могут избежать ответственности. В настоящее время спокодавности истек, но прекращать уголовное дело, в связи с течением спокодавности или нет, будет решаться судьба. Это и не только прямо сейчас. Крупный пожар произошел сегодня днем на улице Деловая. Возгорание началось в сарае, после чего огонь перекинулся на соседние гаражи. К приезду огнеборцев пожар бушевал уже в нескольких помещениях. Арат Назипов был на месте происшествия. Спустя несколько минут и узнал, что стало причиной возгорания. О пожаре в сараях и примыкавшим к ним гаражам жители всех безлежащих домов узнали практически сразу. Огонь охватил сразу несколько помещений. Тем, кому повезло, удавалось спасти свои вещи и отогнать машины. Впрочем, хозяев некоторых построек на месте не было. Огнеборцам пришлось скрывать двери их сараев. Сейчас пожарные производят проливку у каждого помещения. Они пытаются не допустить перекидывания огня. Виновным в произошедшем соседи определились сразу. Все утверждали в один голос. Возгорание спровоцировал человек, имеющий проблемы с алкоголем. Бомж, конченный бомж. Он здесь не живет, получается, да? Да нет, конечно. А как он заходит тогда внутрь? Может, ключи как-то подбирает. Как раз в сарае началось гореть, где он живет. Видно, он там сжег. А он там давно живет? Вообще не знаете, сколько там. Года три, наверное, уже. Говорят, его вытащили каким-то образом. То ли пьяным, то ли трезво. И он сбежал. Не знаю, в данный момент, где он находится. То есть убежал, даже у медики не оказывали помощи? Нет. Площадь пожара, как и истинную причину возгорания, сейчас устанавливают дознаватели. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Айрат Назип Константин Бушуев. Вызов 112. 17-летний подросток погиб ночью в аварии в Нижнекамском районе. Он, не имея ни прав, ни опыта вождения, с друзьями поехал в Казань на родительском автомобиле. О том, что сын взял ключи, они даже не подозревали. Как узнала Вероника Гайнудинову, по пути парень не справился с управлением. И машина вылетела в кювет. Как рассказали родители погибшего подростка, за пару часов до трагедии он заходил домой. Но вот что он взял ключи от машины, они не видели. Взяв пассажирами и двух товарищей, поехали в Казань, хотели погулять. Но проехали только 52 километра. Около Камских полян 17-летний водитель не справился с управлением. По предварительной версии, водитель 2003 года рождения на автомашине «Лада Калина», не справляясь с управлением, совершает опрокидывание в паровой кювет. В результате чего сам погибает на месте, два пассажира получают телесное повреждение. Двух пассажиров с ссадинами и ушибами после осмотра врачи отпустили домой. Сотрудникам автоинспекции молодые люди признали, что не пили ни капли, были трезвы. А авария произошла из-за отсутствия у их товарища навыков вождения автомобиля. Вероника Гайнудзинова, Александр Комаров и Евгений Лозаев. Вызов 112. Уголовное дело в отношении 28-летней Агины Алтымбаевой передано в суд. Она обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего, в совершении противоправных действий, заведомо для виновного, представляющих опасность для жизни, и применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 10 ноября 2019 года на автодороге М7 «Волга» обвиняемая усадила за руль движущегося со скоростью 130 км в час автомобиля шестилетнего сына. Все это снимала на видео, которое разместила в интернете. Меньше чем через две недели в отделе полиции в городе Мамады женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее, при этом разбросав по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате ее действий сотрудница полиции получила телесные повреждения. Причастливое преступление она не признала. Следует отметить, что ранее обвиняемая 5 раз привлекалась к уголовной ответственности, а также 33 раза к административной. 56-летний мужчина погиб на стройке в Челнах. Его тело обнаружили утром 14 февраля. По предварительным данным, рабочий клал кирпичи в оконном проеме на четвертом этаже. Выгрузив раствор бетона, он закрепил емкости только за две стропы. В результате свободные стропы зацепили за строительные леса и обрушили их. Мужчина упал на землю вместе со всей конструкцией, ударившись головой о рельсы башенного крана, скончался на месте. По данному факту, следственный комитет проводит проверку. В вымогательстве 74 тысяч рублей у жителя Альметьевска подозревают трех выходцев из стран Средней Азии. По версии следствия, 42-летний организатор преступной группы вместе с двумя товарищами под угрозой расправы с потерпевшим и всей его семьей отобрали у мужчины иномарку. А после задержания открылась и еще одна их нелегальная деятельность. Подробности у Альфиса Менязовой. Задержание предполагаемого организатора группы уроженцы Таджикистана оперативники фиксировали на видео. Задержали и двух рядовых членов этой группы. Одному из них 24, второму 27. Оба выходцы из стран Средней Азии. А по какой причине находитесь в Альфисе? Объединяется в 63-м. А расшифруйте статью. Что за статья? Говорят, это в Магадеевска. Установлено, что участники противоправной группы в феврале 2019 года вымогали денежные средства у 34-летнего жителя Альметьевска. Злоумышленники путем угроз физической расправы в адрес потерпевшего и его семьи настаивали на передаче им денежных средств. После этого, как установили следователи, подозреваемо отобрали у мужчины автомобиль Део. Отдать машину пришлось после угрозы расправы с ним и всей его семьей. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям вымогательства группы лиц по предварительному сговору и неправомерное завладение транспортным средством с применением насилия. Во время обыска по местам жительства задержанных обнаружили крупную сумму денег и документы на постановку иностранных граждан на учет. Кроме того, фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренного статьей 322 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции». Двоих подозреваемых, в том числе организаторы, на время следствия поместили в следственный изолятор. Третьего же депортировали за пределы России до поступления заявления в полицию. Написаминязова. Вызов 112. Обвиняемые в убийстве директора водоканала Григория Арутюнова могут избежать ответственности. Слушание по этому делу должно было стартовать сегодня в Ахитовском районном суде. Напомним, преступление произошло еще в 2004 году и лишь спустя 16 лет дело дошло до суда. На скамье подсудимых четверо обвиняемых. Почему никто из фигурантов не приехал в суд и как они могут уйти от наказания, ответит Елена Веселова. В убийстве директора водоканала Григория Арутюнова обвиняет сразу четырех человек. Один заказчик и три исполнителя. Как считает следствие, 16 лет назад фигурант уголовного дела, 48-летний Ирик Ганей, встроил здание нового магазина и пытался решить проблемы с канализацией. Обвиняемый неоднократно оказывал давление на Арутюнова, чтобы уладить этот вопрос. Но разговор не получался. Когда это не помогло, мужчина обратился к лидеру организованного преступного формирования 27-й квартал. Организованного преступного сообщества «Квартала», который предложил физически устранить руководителя водоканала. Для этого он передал двум уроженцам Елабуги, входившим в ОПФ 27-й квартал, револьвер системы «Наган». Убив потерпевшего в подъезде его дома, оба исполнителя получили от заказчика преступлений 10 тысяч долларов США и вернули ему оружие. Раскрыть преступление в 2004 году следователи не смогли. Расследование возобновилось спустя годы. Был обнаружен револьвер, из которого было совершено убийство Арутюнова. На тот период времени раскрыть данное преступление не представилось возможным. В настоящее время один из участников банка признался, что он из этого оружия совершил убийство Арутюнова. В последующем оно было раскрыто. В 2008-м трое фигурантов дела были признаны виновными в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в участии в преступном сообществе, бандитизме и убийствах. В зависимости от роли каждого они получили от 23 лет до пожизненного лишения свободы. Все трое признали свою вину. Отрицал свою причастность лишь Ирик Ганеев, который все это время находился на свободе. К слову, у него еще есть шансы избежать уголовной ответственности. В настоящее время спокодавности истек, но прекращать уголовное дело с истечением спокодавности или нет будет решаться судом. Все четверо подсудимых сейчас находятся под стражей. По техническим причинам обвиняемых не смогли доставить на заседание. По этой причине суд отложил слушание на 27 февраля. Елена Веселова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-5050 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.